Запад, в первую очередь США, вопреки интересам украинцев, все эти пять лет различными способами от раздачи печенек до вливания миллиардов долларов в карманные структуры упрямо продавливал геополитический проект Украины. Его основная задача – привнести братоубийственную внутреннюю рознь на традиционно спокойную Украину, а также поссорить два братских народа – русский и украинский, ослабив таким образом Россию. Блядь, ебашить их нахуй, надо их заебашить, Блядь, Медведев уже в такой панике овёт, такое ощущение, что там президент нахуй контролирует всю эту хуйню, Блядь. О, я знаю, я понимаю, но попытки есть. Блядь, винторулевую куда-нибудь, что-нибудь к ним захуячить, Блядь. Ты не пытался его ебать носом? Пытаюсь, он не подпускает. Всем привет, я Роман Соблю, корреспондент агентства УНИАН в Москве, и хочу вам рассказать о том, как Российская Федерация оправдывалась на каждом столбе и на каждой площадке по поводу атаки на украинские корабли, на три украинских боевых катера, точнее, два катера и один буксир, которые были накануне атакованы российскими оккупантами. Видеокадров, которые вы посмотрели вначале, мне кажется, достаточно, чтобы, так сказать, почувствовать разницу между реальностью и российской выдумкой. Потому что, с одной стороны, они на международных площадках рассказывают о том, что они цивилизованные люди, с другой стороны, в море действуют как морские пираты. Кто бы что в России не рассказывал о том, что виновата Украина, о том, что это провокация украинской стороны, о том, что все это сделано для того, чтобы обвинить бедную Россию во всех грехах, и сделано для того, чтобы против России расширили снова санкции. И об этом, кстати, вот совсем недавно заявил товарищ Лукашевич, это поспред России при ОБСЕ. Однако остается вопрос открытым. Если вы не хотите, чтобы против вас вводили санкции, если вы не хотите международного скандала, объясните, почему вы атаковали украинские суда. Ведь если посмотреть диспозицию и сравнить силы, которые были в акватории, то у россиян было стопроцентное преимущество. И знаете, напасть на буксир боевыми кораблями большой смелости не надо. А если учесть, что атаковало наши суда как минимум 10 российских, которые больше и водоизмещением, и большим классом, то исход этой битвы был предрешен. И в данной ситуации я просто отдаю должное украинским морякам, которые не струсили и боролись до самого последнего. Но тем не менее, если вы так сильно хотите мира, то возникает вопрос, а что это вы с самого верха спускаете команды атаковать? Ведь то, что команду дал Путин, предположил сначала вот этот вот российский офицер Хам, который по-русски разговаривает только через мат. В фанике орёт такое ощущение, что там президент контролирует всю эту хуйню, блядь. Потом у меня с пресс-секретарем президента России состоялся вот такой диалог. Ну и слышали его, естественно, не только я. Президент Российской Федерации, собственно, с самого начала движения этих кораблей, когда они появились вчера днём в нейтральных водах напротив Крыма, было доложено, и дальше он получил информацию на постоянной основе. Это значит, что президент России принимал решение об атаке? Нет. Ну, я бы не стал это называть атакой. Я бы называл это действия, необходимые по пресечению государственной границы Российской Федерации. На этот счёт существует определённый сценарий пограничников, которыми они и руководствуются в подобных ситуациях. Я не знаю, когда по тебе стреляют из корабельного оружия, из корабельной пушки, а огонь открыл корабль с поэтическим названием «Изумруд», то мне кажется, это нападение и атака, а не пресечение. Что-то мне подсказывает, что русским хамам, извините, я делаю такой вывод исключительно на основе лексики, которую мы слышали в этом видео, вряд ли придёт в голову самим придумывать сценарии и принимать такие решения. Ведь все прекрасно понимают, если ты начинаешь стрелять по кораблю другой страны в ментальных водах, то, как минимум, эта информация будет рассматриваться на уровне Совбеза ООН. Так, собственно говоря, оно и произошло. И какой-нибудь русский хам в чине капитана какого-то там третьего, второго или первого, ну, скорее всего, второго ранга, вряд ли возьмёт на себя ответственность. Ну, даже если какой-то Медведев там что-то ему по рации долбит. Дмитрий Сергеевич, слава Симболюк Романа, агентство «Униан». Могли бы объяснить, ведь инцидент был при входе в Керченский пролив, а украинские корабли были атакованы в нейтральных водах, когда они возвращались. В чём смысл? Значит, что касается... Я не могу быть голословным, это было бы неправильно с моей точки зрения сейчас рассуждать об определённых координатах географических. Тем более в случае с такой провокацией. Поэтому здесь я предлагаю руководствоваться теми заявлениями, которые были сделаны по гранслужбе, и по дополнительным вопросам адресовать именно туда. Такие ситуативные вопросы. Что российские пограничники действовали в строгом соответствии с соответствующим планом действия, предусмотренным на случай необходимости прикрытия государственных границ. Понятно, что вся эта история берёт место с 2014 года, когда россияне оккупировали украинский Крым и сейчас объявили на весь мир себя хозяевами. Но, правда, никто это не признаёт, но почему-то это стало похоже на театр одного актёра. И тем самым факт агрессии, они почему-то и оккупации почему-то считают достаточным, чтобы расстреливать граждан других стран. Были нарушены ключевые положения международного права не только морского, но и общего международного. международного права, включая Устав ООН, включая и Конвенцию морского права 1982 года и другие международно-правовые инструменты, которые многократно требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства. Точно-точно так оно и было. Давайте вспомним вот эту прекрасную фотографию, когда оккупанты вытянули баржу и перекрыли Керченский мост. С основными методами маневрирования в узком проливе, конечно, это могло создавать и создавало угрозы и риски для нормального движения судов по этой акватории. Наверное, капитан этой посудины играл в команде украинцев, чтобы заблокировать движение. Ну, как бы понятно, что здесь они себя настолько часто противоречат, что да, давно не смешно. И здесь играет право сильного. На заседании Совета Безопасности, знаете, у нас нет иллюзий с учетом того, что Запад взял позицию безоглядной поддержки президента Порошенко и его режима. Ой, вот здесь смешно было президента Порошенко и его режима. Какая-то хунта нынче слабенькая пошла. Слушайте, Украина такая прекрасная страна, абсолютно без чувства самосохранения. Но точно никакие диктаторы у нас не приживутся, потому что даже в такие моменты опасности к предложениям президента Украины относятся очень и очень настороженно. И можно найти аргументы и за введение военного положения, и аргументы против введения военного положения. Но вне зависимости от решения, я вот лично убежден, что действующий президент, он не сможет отменить выборы. Потому что сейчас в обществе настолько высок градус недовольства, и ситуацию можно, скажем так, изменить только после выборов. Или переизбравшись действующему президенту, или если будет избран другой, соответственно, это будет уже другая история. Но называть нас режимом, ну как-то, как-то, ну совсем смешно. Я думаю, если бы какой-нибудь диктатор решил бы все-таки поселиться в Украине, когда он увидел бы балаган, который творится в Раде, он или застрелился бы, или выбросился бы из какого-нибудь верхнего этажа этого прекрасного здания с куполом. И мне, конечно, досадно, что у действующего главы государства такой высокий уровень недоверия, когда, по сути, сейчас делается политика, внутренняя политика, предвыборная политика на вопросах безопасности. Вот скажу вам честно, я когда читаю новости и слышу, что говорят вокруг, то мне немножко жутко. И уверен, что всем украинцам, вне зависимости от политических взглядов, нужно вести дела таким образом, чтобы всегда был верховный главнокомандующий, который даст команду применять оружие и все средства поражения. Потому что любое, скажем так, такое окно, в которое они снова смогут проскочить, они обязательно попробуют, как было в Крыму в 2014 году. Кстати, наш любимый деятель, Владимир Жириновский, об этом прямо говорит, что Порошенко создает условия для захвата левобережной Украины. Жители наших областей, которые там проживают, наверное, очень и очень удивлены. И если есть какие-нибудь придурки, которые ждут русский оккупационный сапог, то стоит посмотреть на жизнь в оккупированном Донецке и Луганске. Хотя вчерашние заявления, вечерние призывы со стороны Евросоюза, как минимум призывы и к России, и к Украине проявлять сдержанность, наводят на определенные мысли. Если и к Украине адресуется призыв наравне с Россией, значит точно Киев в глазах своих западных спонсоров совершил вещи, которые они не одобряют. Вы только что прослушали классическую манипулятивную практику от российской пропаганды. То есть, если Запад призывает две стороны к сдержанности, это вроде как значит, что две стороны виноваты, что как бы непонятно, кто кого атаковал. На самом деле это не так. Здесь все с удовольствием хвастаются, как они парили из пушки по украинским катерам. Но только вопрос, а как же это произошло, когда украинский корабль из одного порта шел в другой украинский порт через пролив, который является общим, и которым две страны могут пользоваться вместе. Кстати, я прошлое видео как раз и посвятил тому, как на прошлой неделе Лавров рассказал о том, что Азовское море это общее море Украины и России, то сегодня он уже об этом не спрашивает, только кричит провокация, провокация, провокация. Но нас не проведешь. Но одновременно, безусловно, нас не может радовать, что Евросоюз по-прежнему пытается цепляться за некие аргументы, в которых нет никакого резона. Например, я слышал, что Евросоюз устами представителей Европейской внешнеполитической службы заявил о том, что он ожидает от России прекращения инспекции судов. Это, видимо, уже об Азовском море идет речь, потому что инцидент вчерашний произошел в Черном море на подступах к Керченскому проливу. Значит, нас призывают прекратить инспекцию судов, хотя эта инспекция проводится в полном соответствии с имеющимися договоренностями, в том числе и с Украиной. Что же это за такие договоренности, когда одна сторона может проводить инспекции, а вторая нет? И приятно, что все-таки Лавров понимает, что Запад и Европа не обвиняют Украину и Россию в эскалации конфликта. Она обвиняет Российскую Федерацию. Эти инспекции прекрасны, если оперировать исключительно словами Сергея Викторовича, только непонятно, почему в результате страдают украинские порты Бердянск и Мариуполь. Фактически работа этих объектов блокирована или изрядно затруднена. Нам рассказывают, что все законно и якобы существует договоренность с Украиной. Мы что, вы думаете, товарищи россияне, мы психи? Мы согласились бы, чтобы вы блокировали судоходство с нашими портами? Потому что нас призывают прекратить инспекции, когда официальные лица Украины впрямую, открыто, гласно, публично призывали взорвать Крымский мост. Я что-то не слышал из Брюсселя каких-то призывов к украинским властям урезонить этих своих представителей и прекратить призывать совершать террористические акты. Бред какой-то. Во вчерашнем брифинге рассказывала о том, что Маша, в смысле Мария Владимировна, подчиненная Сергея Викторовича, она говорила о том, что проверки проводятся на недискриминационной основе, что проверяют и российские суда, и украинские. И теперь возникает вопрос, неужели россияне так сильно не доверяют своим, ведь причина проверок угроза взорвать мост, то есть получается, если россиян, российских капитанов проверяют, значит, они тоже замешаны в этом, значит, они скрытые бандеровцы, фашисты, каратели. Очень интересный поворот. Вы знаете, запущен процесс объявления военного положения на Украине, уже господин Турчинов сказал, что да, это означает, что выборы не будут проводиться вовремя. Там происходят достаточно интересные вещи, и я думаю, скучно не будет наблюдать за тем, как вот эта вот власть украинская пытается, пытается, в общем-то, вырулить. Как обычно, Сергей Викторович немножечко добавил от себя, ну, то есть, выдумал или обманул, кому как угодно, потому что Турчинов может говорить все, что угодно, но, во-первых, есть заявление и главы украинского государства, есть и позиция парламента, ну, и есть позиция общества, потому что, если не будет выборов президента вовремя, то что-то мне подсказывает, что военное положение не сработает. Ну, все прекрасно понимают, что ни один правоохранитель в такой ситуации действовать против украинцев не будет, потому что Порошенко в случае чего просто окажется нелегитивным президентом. если истечет срок его полномочий, и хочу подчеркнуть, я не провожу никаких параллелей с легитимным, который живет в Ростове и недавно повредил коленку и позвоночник, играя в теннис, ну, или, скорее всего, просто они это выдумали, чтобы не общаться с украинским судом. Санкции, я не знаю, это нас уже давно перестало волновать. Конечно, санкции – это плохо всегда, но когда из-за инцидентов, подобных вчерашнему, сторона, чей суверенитет был нарушен, может рассматриваться как объект новых санкций, ну, наверное, такую политику нам очень трудно комментировать, очень трудно рассчитывать на то, что мы сможем повлиять на людей, которые одержимы, одним только желанием – искать все новые и новые поводы для давления на Российскую Федерацию. Справедливости ради, Россия сама подбрасывает поводы для того, чтобы вводить против нее санкции, и, конечно, это очень правильно и нужно, потому что тем самым россияне беднеют, и у них меньше денег на танки и на пушки, но, к сожалению, их достаточно, этих денег, и по большому-то счету ситуацию в части войны и мира с Украиной за последние четыре с половиной года санкции не изменили, и что-то мне подсказывает, что не изменят и в будущем, потому что если ты хочешь что-то сделать решительное, то это надо делать, а если каких-нибудь пару фамилий добавить в санкционный список и пару предприятий, глобально все останется на том же уровне, как и сейчас. На этом все. Берегите себя, давайте жить и помнить, что здравый смысл это единственный способ нам выжить в этом сложном и агрессивном мире. Ведь политические взгляды внутри страны могут сильно и сильно отличаться, но враг у нас один. Спросите, кстати, бывших регионалов, которые по Москве ходят и плачут, что Россия оккупировала Крым и Донбасс и лишила их их электората. Теперь они не могут быть в топе украинской политики. Да, все просто. Надо было своим людям, которые за вас голосовали, объяснять, что наша родина Украина и другой у нас не будет. На этом все. Берегите себя, обязательно подписывайтесь на мой канал, читайте Агентство Униан и увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok